Девушки отдыхают И жандармы не сомневаясь, где-то в Жигулевских горах находится секретная германская база со сверхсовременными аэропланами. Дело с немецкими аэропланами настолько встревожило военных, что командующий Казанским военным округом генерал Алексей Маврин приказал «Германские летательные аппараты сбивать, а летчиков арестовывать». Шел первый год Первой мировой войны, и российская контрразведка постоянно фиксировала повышенный интерес к одному из главных раздорожных мостов Российской империи со стороны разведки немецкой. Тогда вряд ли кто-то мог предположить, что через несколько десятков лет над Сызжинским железнодорожным мостом вновь появятся вражеские самолеты, и от его безопасности будет зависеть исход крупнейшего в истории человечества сухопутного сражения. Редактор субтитров А.Семкин Летом 1942 года на Дону началось затяжное сражение, известное сейчас как Сталинградская битва. На первоначальном этапе немцам удалось потеснить советские войска. Измученные тяжелыми боями части Красной Армии отступали к Волге. Ситуация в очередной раз сложилась критическая. Тем более советской разведке стало известно, что в случае захвата немцами левого берега Волги, войну вступит и Япония. Сталин обратился к личному составу воюющей армии словами знаменитого приказа номер 227. Ни шагу назад. Части вермахта рвались к Сталинграду, чтобы парализовать движение по главному руслу страны – Волги. Специально созданная авиационная группировка противника приступила к минированию яги и бомбардировке судов. Взрывались, тонули десятки судов, баржи с различным грузом, нефтеналивные танкеры. Вся Волга, по воспоминаниям очевидцев, была в огне. И вот в этих условиях основной груз по снабжению Сталинградского фронта лег на плечи сотрудников Куйбышевской железной дороги. В течение нескольких месяцев в Сталинграде шли ожесточенные уличные бои. Железнодорожные перевозки приобрели громадные значения для сражающихся в городе частей Красной Армии. Чтобы ускорить продвижение на фронт эшелонов, была применена так называемая «живая автоблокировка». Что такое эта «живая автоблокировка»? Поезд ехал от человека до человека. Вместо светофоров стояли люди. Это в любую погоду, это в любое время суток, это и днем, и ночью. Еще в начале войны была разорвана магистраль Москва, Курск, Харьков, Ростов-на-Дону. Чтобы обеспечить Сталинград всем необходимым, Государственный комитет обороны принял решение о строительстве Волгской ракады. Это была железная дорога в один конец. От Ульяновска через Сызрань и Саратов к Сталинграду. Строили ракаду силами заключенных, гражданского населения и железнодорожника. Материалы доставляли из головного участка БАМа. Байкал и Амурскую магистраль начали строить еще до войны. Во время Сталинградской битвы ее пришлось частично разобрать. Волжская ракада тогда, безусловно, была важнее. Она была построена в кратчайшие сороки. Все вы прекрасно понимаете. Станции как таковой не было. Эшелоны пребывали в чистое поле. И дальше тупик. Что приходилось делать? Это была вынужденная мера. Составы разгружали. Там, допустим, снаряды. И паровоз, и вагоны все сбрасывалось под откос. На освободившийся путь немедленно подходил новый эшелон. Его разгружали и тоже сбрасывали железнодорожного полотна. Потом, когда какие-то были затиши, все это восстанавливалось. Были созданы специальные восстановительные поезда. Колонны особого назначения, где находились и паровозы, и люди, и локомотивные бригады. Потом вытаскивали эти составы. Опять собирали все и отправляли дальше. Верные в обратную сторону. Это уникальная операция. В разгар Сталинградского сражения, одним из важнейших стратегических объектов, от которого зависел исход битвы, стал железнодорожный мост через Волгу у Сызрена. На тот момент он занимал первое место по протяженности в Европе и шестое в мире. Советская контрразведка пресекала попытки агента Фабвера фиксировать передвижение по мосту военных эшелонов. А мощная группировка противовоздушной обороны сбивала немецкие бомбардировщики на дальних подступах к Сызрену. Прорвавшиеся к мосту самолеты, советские пилоты останавливали порой цену собственной жизни. Вот и 4 октября 1942 года сержант Николай Шутов, израсходовав весь боевой запас, протаранил прорвавшиеся к Сызренскому мосту немецкий бомбардировщик. Своей жизнью сэкономил огромные ресурсы, огромные ресурсы, которые были использованы для ускорения перевоза грузов. А в этом тогда решалось все, потому что если мы на фронт доставляли быстрее и военную технику, живую силу, горючее, этим и определился успех военных действий. Во время войны огромная территория Среднего Поволжья именовалась Второе Баку. Куйбышевская железная дорога перевозила не только нефть за Кавказье, но и черное золото, добытое в месторождениях на Самарской Луке. Если в 1940 году по нашей дороге перевозили около 2 миллионов тонн нефти, то в 1943 году 2,5 миллиона тонн. А всего за годы Великой Отечественной войны куйбышевские железнодорожники доставили на нефтеперерабатывающие заводы страны 9 миллионов тонн этого важнейшего стратегического сырья. Война заставила внутренне мобилизоваться всех сотрудников дороги. Задачи, поставленные незадолго до войны советским правительством, в условиях военного времени перевыполнялись многократно. И наша задача заключается в том, чтобы в будущем году ко дню железнодорожников прийти к выполнению задания товарища Сталина со средней годовой суточной погрузкой 100 тысяч вагонов в суд. Ширилось стахановское движение. Передовики производства становились героями газет статей и специальных выпусков кинохроники. Их поименно знала вся страна. Товарищи, в честь 18-й партийной конференции 500 километров в сутки я и моя бригада с честью товарища выполнили. Да здравствует коммунистическая партия большевиков! Да здравствует 18-я партийная конференция! Да здравствует великий машинист революции товарищ Сталин! Приходить в цех за 15 минут до начала смены стало привычкой у работающего 30 лет в депо станции Куйбышев Алексея Ивановича Баловнева. В честь 18-й всесоюзной партийной конференции старый кадровик взял обязательство вырабатывать не менее 250% нормы. Своё обязательство токарь-стахановец перевыполняет. Товарищ Баловнев даёт 410% нормы. С началом войны многократное перевыполнение плана стало нормой. На железных дорогах работали двухсотники, трёхсотники и даже тысячники. С такой отдачей люди работали и за себя, и за товарищей, ушедших на фронт. За счёт чего можно было перевыполнять эти планы? Вот движение двухсотников. Человек выполнил 200% планы. Ну, за счёт чего? Понятно, что никаких... Только за счёт внутренних ресурсов. Вот это лунинское движение. В документах оно было расписано как «любовное отношение к паровозу». Ну, так даже немножко смешно звучит. Ну, в чём оно выражалось? Это бережное отношение. Вот нельзя потом получить было эту новую деталь. Не только ремонт своими силами. Да, конечно, это вот как раз основная, наверное, часть лунинского метода. Но если я буду бережно относиться, ну и ломаться будет меньше. В феврале 1942 года Николай Лунин, ставший основателем лунинского движения, побывал у куйбышевских паровозников и поделился своим опытом. Бригада поезда показала на деле, какими неисчерпаемыми резервами обладает лунинское движение во всех отраслях железнодорожного транспорта. Его приезд много значил для развития прогрессивных методов труда. Творческая мысль в условиях военного времени позволяла экономить драгоценные ресурсы. Например, на станции Батраки железнодорожники применили метод одновременного формирования и расформирования поездов с горки, что дало возможность сократить простой вагонов в четыре раза. Работники магистрали отдавали не только свои силы, знания, способности, но и оказывали существенную материальную и моральную помощь Красной Армии. На всех предприятиях куйбышевской дороге собирались теплые вещи для отправки на фронт. Сотни железнодорожниц из Пенса, Ульяновска, Рузаевки, Бугульмы, Уфы тоже приняли участие в этом важном деле. За два месяца первой военной зимы куйбышевским межзадорожникам было собрано порядка 25 тысяч теплых вещей. Всего за годы войны 125 тысяч валенок, полушубков, тулупов. Ну, сами понимаете, в условиях холодной русской зимы такая помощь воюющей Красной Армии была более чем существенна. Куйбышевские железнодорожники включились в общесоюзное движение по добровольному пожертвованию личных средств на производство вооружения для действующей армии. От своего и без того скудного денежного удовольствия сотрудники дороги и члены их семей выделяли деньги на целые авиационные эскадрильи и танковые колонны. Этот подвиг был высоко оценен Государственным комитетом обороны. Из телеграммы Верховного главнокомандующего, начальнику политотдела железной дороги имени Куйбышева, передайте железнодорожникам, собравшим 1 миллион 470 тысяч рублей на строительство танковой колонны, мой братский привет и благодарность Красной Армии. Чтобы ускорить движение поездов, железнодорожники проводили воскресники и декадники. Вместе с ними тяжелую работу выполняли десятки комсомольцев. 180 молодых триотов быстро освоили новое для них дело и горячо взялись за ремонт пути. Многие из них показывают высокие образцы труда, выполняя нормы квалифицированных рабочих. Свой двухдневный заработок участники колонны внесли в фонд обороны страны. Центральные газеты отмечали. Образцы быстрого продвижения поездов показывают паровозники депо Сызринь. Только за первую половину августа они провели более 20 тяжеловесных поездов. За сухими цифрами стоит настоящая боевая работа. Каждый состав – это настоящая воинская единица. Такая, как 1-й чехословацкий пехотный батальон под командованием Людвига Свободы. Батальон формировался в Бузулуке. И именно куйбшевские железнодорожники отправляли чехословаков воевать с общим врагом. В 1944 году, учитывая потребность заводов Кировского района в рабочей силе, в своевременности доставки рабочих и служащих, было организовано движение на первом электрофицированном участке нашей дороги от Куйбышева до Безымянки, 13 с небольшим километров. Ходили 25 поездов, по три вагона СД. В нашем музее вы можете их видеть. Это первый электрофицированный участок, который был открыт в военное время на нашей дороге имени Куйбышева. Разумеется, командование обращало и особое внимание на гигиену бойцов Красной Армии. Перед Куйбышевскими железнодорожниками была поставлена задача подготовить 20 военно-санитарных вагонов и передвижных бань. Один из фронтовиков вспоминал, «Каждое появление такого поезда встречалось с радостью и благодарностью. Особенно отрадно было знать, что построили его мои земляки, сотрудники Куйбышевской железной дороги». Железнодорожный вокзал станции Куйбышев работал с небывалой нагрузкой, ежедневно пропуская через себя до 30 тысяч человек. В связи с отсутствием специально оборудованных складов и баз материальные ценности выгружались в открытом поле. В этих условиях ответственность за обеспечение сохранности ложилась на железнодорожную милицию и военизированную охрану. Специалисты и офицеры, в том числе, и сержантский состав были перекомандированы сюда к нам. То есть недостатка в личном составе не было. Что было тяжело? Было тяжело то, что весь личный состав работал круглосуточно. После разгрома немцев под Сталинградом и Курском на железнодорожных, водных и воздушных магистралях страны было введено чрезвычайное положение. Были приняты меры по внедрению пропускной системы на поездах и водном транспорте. Созданные главным образом для выявления диверсантов и лазутчиков, оперативные передвижные группы железнодорожной милиции проводили в поездах сплошную проверку документов. Создавалась система пикетов и заслонов на транспорте. Помимо борьбы с преступностью, транспортная милиция решала и очень важную задачу обеспечения общественного порядка в пассажирских и товарных поездах, на вокзалах и других объектах, переполненных эвакуированными людьми. Еще было далеко до победного салюта, а на освобожденных территориях уже шло восстановление хозяйства. В августе 1943 года было издано постановление Совнаркома СССР о неотложных мерах по восстановлению народного хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации. На Куйбышевской железной дороге к этому времени были сформированы военно-эксплуатационные отделения – ВЭО. Это были подвижные спецформирования, в которые входили различные службы. ВЭО двигались вслед за частями Красной Армии, восстанавливая железнодорожное хозяйство. Часто под обстрелом врага бойцы ВЭО обеспечивали продвижение поездов к линии фронта. За годы войны такими отделениями были введены в эксплуатацию более 115 тысяч километров путей, около трех тысяч мостов, 46 тоннелей, почти 200 паровозных депо, тысячи километров линий связи. Промышленность Куйбышевской области работала на полную мощность, выпуская тысячи единиц военной техники и вооружения. И система Куйбышевской железной дороги была важнейшей деталью мощного механизма, настроенного на победу. На фронт непрерывным потоком шли грузы. С неба, как боги возмездия, крушили врага куйбышевские штурмовики Иль-2. Десятки тысяч железнодорожников бились захватчиками на фронтах Великой Отечественной войны. Дорога-жизнь, политая кровью миллионов советских людей, переплетая стальными магистралями, становилась дорогой победы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова